Уважаемые коллеги, мы представляем вашему вниманию ту работу, которую начал институт. Нами разработан проект, условное название которого «Мобильная муниципальная служба». Мы вместе с руководителями муниципальных методических объединений и служб продумали, каким образом каждый из нас, мы здесь в институте, они на местах, будем реализовывать задачи, поставленные Комитетом общего профессионального образования на отчетные коллегии. И в итоге эти задачи наследуют на решение задач национального проекта. Поэтому проект только начинается. Мы спросили мнения уважаемых наших участников проектной группы. Они сейчас будут все выступать отдельно. Я, предваряя их выступление, хочу пожелать проекту и его руководителю Валентине Сергеевне Кушкиной успехов в реализации поставленных масштабных, амбициозных задач. И пожелать всем нам успешной реализации проекта и подумать над тем, какие возможности заложены или будут заложены в наше сотрудничество. Потому что вместе мы можем сделать очень много. В первую очередь помочь действительно создать серьезный потенциал для учителя будущего Ленинградской области. Бережский район был готов к решениям коллегии. Потому что если вы в декабре посмотрели на проекты, над которыми нам сейчас приходится работать, то как раз решения коллегии были тождественны тем задачам, которые были поставлены в проектах. Не все задачи, знаете, так скрупулезно мы, будем говорить, так скрупулезно мы подошли, но большинство задач это то, над чем методическая служба работает еще до, я не знаю, наверное, давным-давно. И поэтому выбирая для себя какие-то точечные моменты, мы как раз ориентировались на современные актуальные вопросы. Вот в продолжении разговора, Людмила Геннадьевна, это 12-е направление в решении коллегии. Оно называется управление региональной системой образования. Там что не задача, то задача для работы методической службы в частности. И я выписала среди всех направлений, больше всего задач в этом направлении. Но остановлюсь на той задаче, на которой делала сейчас установка Геннадьевна. Эта задача прям полностью, один в один, ложится с тем, как написано в решениях. Совершенствовать организацию содержания методической работы, направленной на своевременную помощь образовательным организациям и конкретным педагогам по проблемам обеспечения должного качества образования. В том числе это касается, конечно, сейчас существующей процедуры ВПР и тех проблем, которые по результатам ВПР у нас могут возникать. Мы давно работаем над этими вопросами. И сейчас для себя в Кирижском районе установили уже действительно точечные задачи. Они связаны с тремя ступенями обучения, потому что ВПР касается всех трех ступеней обучения. И есть комплекс мероприятий, которые методическая служба по задачам планирует ежегодно. Но эти комплексы задач сейчас объединили мы точечно в направлении каждой ступени обучения, потому что там есть определенные моменты и надо работать над определенными моментами и проблемами. И поэтому на первой ступени у нас заработал проект, который называется «Работа с координаторами» как форма методического сопровождения педагогов по подготовке к ВПР. И в нее, в этот проект, вошел комплекс мероприятий, в том числе и очень точечная работа по подготовке к ВПР, по анализу и конкретной методической, педагогической и предметной работе с педагогами в этом направлении. Дальше. По преемственности на второй ступени, решая эту задачу, мы работали над металлогическим семинаром. У нас такая форма работы существует давно, с момента введения федеральных стандартов. Но мы сейчас изменяем работу, чуть-чуть ее видоизменяем, для того, чтобы металлогический семинар решал комплексные вопросы для сопровождения процедур оценки качества разных. И в том числе для организации таких мероприятий, сейчас в Кирижском районе проходит декада, она у нас всегда называлась декада «Учитель к учителю», но ориентация была на то, чтобы проводить уроки в соответствии с федеральными стандартами. Теперь мы вносим некоторые изменения, и в том числе изменения, связанные с включением урок, обязательно оценочной деятельности учителя. Да? Остаточная. Ну и давайте я о третьем скажу ступени. Это переговорная площадка. Так называется третья ступень, которая тоже как форма работы, но уже с инновационными площадками на старшей ступени обстранили. Кингисепский район, я кратко. Сегодня уже говорили о значимости фигуры учителя в условиях обновления образования. И мы считаем, что одной из главных задач нашей методической работы является обновление профессиональных знаний и компетенций работников с учетом, вот именно с учетом выявленных профессиональных дефицитов. То есть должна быть адресная помощь конкретному учителю. Здесь вопрос идет в методиках определения этих дефицитов. Здесь вопросы есть. Я хотела бы позже немножко задать этот вопрос. Но мы это работаем и со школами. Определяются эти профессиональные дефициты в ходе внутрешкольного контроля. И диагностика проводится, ну и другие методики. Вот это главная задача, которую мы ставим сегодня перед нашей методической службой. Это оказание, честно говоря, адресной методической помощи с учетом выявленных профессиональных дефицитов. Следующая, не менее важная задача, это работа именно со школами, как сегодня сказали школы роста, со школами, которые показали низкие или же необъективные результаты выполнения ВПР, переоценивания ВПР. Таких школ у нас, к сожалению, две, которые два года подряд показывают необъективные результаты. И вот главная задача у нас сейчас – это работа, адресная работа с этими школами. Какая это работа идет? Это идет работа и консультативная. Мы выезжаем в эти школы, работаем с документами, работаем по анализу с завучами конкретно. Это у нас идет работа по критериальному оцениванию. Вот это самый такой главный вопрос, больной вопрос. У нас сегодня проводятся семинары с привлечением тьютеров, учителей, которые прошли курсы обучения у вас здесь, в ЛОИРО. И приезжая в район, вот у нас уже прошли 5 объединений, провели такие семинары. И 29 марта у нас районные методические объединения, все остальные учителя-предметники на методических объединениях будут проводить такие практические семинары по критериальному оцениванию с привлечением этих тьютеров. Вот это основные задачи. В каком числе? В каком числе? 29-го. Исланцевский район, для себя какие выводы сделали? Ну, во-первых, в первую очередь, в какой-то степени нам необходимо переформатировать нашу систему работы с учетом новых требований. И в первую очередь, безусловно, это выявление профессиональных дефицитов и далее устранение их с помощью разных способов. И вот в этой связи я хотела бы сделать акцент на том, что по-прежнему очень сложно от учителей получить согласие посещать открытые уроки. Мы все понимаем, что какие бы документы, анализы, урок – это венец всему, а, к сожалению, в силу времени, каких-то организационных моментов и учителя не готовы. И мы не всегда готовы даже чисто по времени. Поэтому вот что я для себя решила, что все равно при всей занятости нужно посещать уроки, нужно... И мне вот сегодня очень понравилась идея открытого банка открытых уроков, потому что, может быть, учителя, они на это более пойдут, чем приглашать. Потому что, безусловно, профессиональные дефициты, особенно мы же с вами все понимаем, что в области предметных знаний, как правило, ну, это я сегодня и озвучено, это очевидно совершенно, они, в общем, не такие значительные. В основном это психолого-педагогические, методические компетенции. И только через трансляцию педагогического опыта, непосредственно через урок, коллеги могут между собой делиться и таким образом устранять дефициты. Поэтому вот в этом направлении, все-таки в этом направлении урок, посещение уроков, да, и работа на... непосредственно в этом направлении, так скажем. Спасибо. Тихонский район. Ну, мы уже давно работаем над теми задачами, которые перед нами стоят. И в рамках вот выступления Сергея Валентиновича Тарасова, в принципе, мы остаемся на тех же задачах, которые стояли перед нами всегда, и постараемся их выполнять. Но самое главное – это координация деятельности образовательных учреждений по повышению качества образования и реализация комплекса мер по повышению качества. Мы сейчас тоже думаем о том, вернее, стоит уже в плане нашем о том, что мы будем проводить методические совещания с педагогами всех предметов, которые будут писать в ВПР для того, чтобы у нас уже не было такого провала в оценочных процедурах. Обязательное получение, создание условий для получения доступного качественного образования на всех ступенях образования, независимо от места проживания. Также важная задача – это в рамках направления успех каждого ребенка, это развитие системы дополнительного образования, тем более сейчас вот эта персонифицированная модель немножечко нас колыхнула, поэтому перед нами тут новые задачи должны будем поставить еще. Ну и обязательно совершенствование работы с одаренными детьми по той простой причине, что у нас немножко, конечно, в Технинском районе, несмотря на то, что хорошие результаты показываем по Олимпиадам, тут немножко региональный этап у нас западает в некоторых вопросах, это мы стараемся все сейчас вот решать. И, конечно, совершенствование то, что прямо как вот в направлении «Учитель будущего» один из пунктов – это совершенствование различных форм поддержки, сопровождения педагогов и руководителей образовательных учреждений. Ну, в частности, с молодыми педагогами работаем, стараемся поддержать их и методически, и у нас даже, ну, уже в течение пяти лет есть школа молодого педагога, на которую мы, конечно, помогаем нашим молодым коллегам. Спасибо. На областном педагогическом совете очень хорошо сказал Александр Юрьевич Тральденко, наш губернатор, важно не привыкать, работать плохо. И вот мы стараемся следовать вот этим словам, и у нас на муниципальном уровне основные задачи – это, конечно, наша муниципальная программа, современное образование в Лужском муниципальном районе до 2024 года. Это решение задач по реализации приоритетных национальных и региональных проектов в сфере образования, стратегии социально-экономического развития Ленинградской области. Ну, просто несколько таких задач основных. Вот по направлению современная школа. Вот Лужский район один из первых втупил в программу реновации образовательных организаций. И вот за последние годы, с 2015 года, у нас пять образовательных организаций прошли вот эту реновацию. И в этом году еще две образовательные организации – это вторая школа, вот в феврале она у нас сейчас проходит реновацию, и пристройка Толмачевской средней общеобразовательной школе, это Толмачевское городское поселение. То есть это создание условий для реализации программ общего образования в соответствии с современными требованиями. Вот это одна из важных задач. На базе двух сельских школ мы планируем создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей, которые способствуют формированию современных компетенций и навыков. Это наша Заклинская средняя школа и Оридишская средняя школа. По таким предметным областям, как технология, информатика, основы безопасности жизнедеятельности, используем в своей деятельности методологию наставничества обучающихся. Мы стараемся, вот наши школы очень тесно сотрудничают с нашими предприятиями, которые в Лужском районе. Это Лен, Обл, Лес, это завод дозировочной техники, это Лужский абразивный завод градостроительный, вот это наше учреждение, вот этот завод. По направлению успех каждого ребенка мы планируем тоже создать максимальные условия для доступа к дополнительному образованию детей. Наш компьютерный центр является региональной инновационной площадкой по направлению проекта муниципальный образовательный технопарк «Шаг в будущее», а также ресурсной площадкой Центра образования Кудрово и показывает замечательные результаты и на международном, и на всероссийском уровне по компетенциям «Жуниор Скилз». Это тоже очень важно. Затем проект «Билет в будущее». Здесь у нас на базе 4-й школы созданы кадетские классы, и мы их планируем, так сказать, привлечь максимально. Лужский агропромышленный техникум, который тоже принимает участие в этом проекте. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. Это очень актуально, потому что у нас сейчас объявлен год здорового образа жизни в Ленинградской области. Просто хочу сказать, что за последние 5 лет построено в Лужском районе 15 современных спортивных площадок и отремонтировано 6 школьных спортзалов. По направлению «Учитель будущего» мы очень тесно сотрудничаем с нашим ЛАИРО. Большое спасибо кафедре управления. И у нас организованы курсы. Вот если в прошлом году по 14 темам у нас были организованы курсы на Базиловского района, в том числе корпоративное обучение наших педагогов, то в этом году, учитывая вот эти все требования по объективности оценивания ВПР, у нас уже сформировано 9 групп по таким предметам, как общество знания, английский язык, география, биология, физика, химия, история, математика, русский язык. Это по критериальному оцениванию всероссийских проверочных работ. Вот мы обучили наших экспертов, но еще проходит у нас обучение. И буквально 26 марта у нас состоится наша районная научно-практическая конференция, где в рамках вот этого единого методического дня, который мы проводим в течение года вот несколько раз на базе района, у нас будут мастер-классы вот этими обученными экспертами для наших учителей по критериальному оцениванию всероссийских проверочных работ. По направлению социальная активность наша школа принимает активное участие в программах, проектах, конкурсах. Это российское движение школьников, это психологическая безопасность, я просто не буду школу называть, это живые уроки. Это русский музей, виртуальный филиал, школьные музеи, кадетское движение, юнармия очень активно, волонтерское движение, ну и другие. Мы вот то, что уже прозвучало по такому направлению, как управление региональной системой образования, вот я уже сказала, что это оценка эффективности управленческих решений, да, направленных на повышение качества образования, механизмов управления образованием. То есть много со временем стараемся работать. Тоснинский район, значит, качественное обновление образовательной среды в свете решений, как раз коллегии 8 февраля 2019 года. Это приоритетная задача, которую решает методическая служба Тоснинского района. Ну, сложно повторять, конечно, но я хочу сказать, что у нас, в общем-то, есть две школы, проблемные школы, которые попали в список необъективности по результатам проверки. И вот для них у нас создана, в общем-то, точечная методическая помощь. Были встречи неоднократные с педагогами, выезды руководителей районных методических объединений. И в ближайшее время, а именно 3 апреля, у нас будут районные заседания методических объединений, где будут выступать тьютеры, которые обучены и продолжают обучение в Ленинградском областном институте. И поэтому какие-то вопросы, которые сложны для педагогов именно из маленьких сельских школ, они будут решаться как раз вот за таким круглым столом. То есть каждый учитель должен понять, что от него требуется, как это выполнить, и чтобы не было никаких-то, в общем-то, замечаний по необъективности проверки. Дальше. Задача, которую мы ставим перед собой, одну из главных – это непрерывная работа по повышению квалификации педагогических кадров. Я еще раз повторю, что именно точечная методическая помощь, понять, какие курсы нужны для педагога, с пользой, чтобы они для него прошли. Поэтому здесь и методистов помощь, и наших рабочих групп, которые созданы на базе района. Безусловно, выезды руководителей районных методических объединений, и адресная консультативная методическая помощь отдельных педагогов. Хотелось бы остановиться еще на основном направлении, которое у нас – это школа-технопарк. Безусловное взаимодействие с региональной площадкой дает свои результаты. Это, в общем-то, одно из основных условий развития научно-технического творчества детей и, естественно, профориентация на освоение будущих компетенций. Мне бы хотелось остановиться на проекте «Равные возможности детям и успех каждому ребенку». У нас в районе неоднократно проводится и будет проводиться акция «Пусть не будет войны». Сюда мы подключаем школу, где у нас кадетские классы – это Новолезинская школа-интернат. На мероприятии у нас присутствуют и гости из Донецка и Луганска. Это выставка картин детских на базе школ района. И, безусловно, что эти мероприятия важны. Это не веселый проект, но, в общем-то, он актуален на сегодняшний день. И о том, что эта тема никогда не уйдет из нашей истории, говорят посещение школьниками таких, в общем-то, выставок картин. Еще я хотелось бы остановиться на проекте «Путешествие по родному краю». Это важный проект, это история нашей городской области. Методическим кабинетом издаются сборники, которые, в общем-то, дарятся школам, которые используются в работе. И вот таким образом взаимосвязь между методической службой и школами района у нас проходит. Севоковский муниципальный район. Коллеги, прежде всего я хочу сказать, что приоритетные направления развития муниципальной методической службы и планирования нашей дальнейшей работы, они обусловлены не только теми тенденциями развития современного образования, о которых мы сегодня уже с вами говорили, но обусловлены и определенной спецификой нашего муниципального района. Буквально две такие статистические справочки маленькие. Мы сегодня в районе имеем 66 юридических лиц, и они расположены на 124 отдельно стоящих зданиях. Контингент сегодня наших учреждений, дошкольных и школьных, практически подходит к цифре 50 тысяч. 34 тыс. это школьники, и практически 16 тыс. это дети, обучающиеся в дошкольных учреждениях. Поэтому, когда мы планируем свою дальнейшую работу, то мы исходим еще из этой особенности нашего района. В свете приоритетных задач, которые стоят сегодня перед системой образования, мы понимаем, что необходимо внедрение, а где-то иногда и поиск, наиболее эффективных форм поддержки, методической поддержки, как образовательных организаций, так и непосредственно отдельных педагогов. В связи с этим в нашем районе будут продолжены две такие очень хорошо зарекомендовавшие для нас формы работы. Это каникулярная школа для педагогов «Умные каникулы», в рамках которой как раз и происходит работа по повышению предметных компетенций педагогов. Мы уже второй год работаем в этом формате на каждых каникулах весной и осенью, и мы видим уже определенные подвижки. По крайней мере, сами педагоги очень хорошо восприняли эту форму и принимают в ней активное участие. Вторая форма, которая хорошо зарекомендовала сейчас себя в районе, это муниципальный методический консилиум. Мы уже рассказывали на нем на одной из секций окружного совещания руководителей в этом учебном году, поэтому вкратце скажу, что данный проект направлен на оказание адресной консультативно-методической помощи учреждениям и отдельным педагогам. И цель работы консилиума состоит в том, чтобы помочь учреждениям увидеть, не только увидеть свои проблемные точки, но и увидеть пути решения вот этих проблем. Мы все прекрасно с вами знаем, что иногда, ну вот необходим взгляд со стороны, которые могут дать какие-то новые ориентиры развития. Конечно же, в рамках работы консилиума мы в основном работаем со школами, которые сегодня так вот красиво были названы, школы роста. Поэтому такие школы роста у нас тоже в районе есть, и небольшие результаты, пока небольшие, но нашей деятельности мы тоже уже наблюдаем. Конечно же, в рамках развития кадрового потенциала района будет продолжена работа с молодыми педагогами. И мы продолжим такую неплохую, как нам кажется, эффективную для района форму работы, как проведение годовых семинаров с молодыми педагогами. По основным направлениям очень быстро. Это программа, это работа с детьми с ОВЗ, это цифровая образовательная среда. И в этом году, и в следующем мы также работаем над организацией индивидуального проекта. И одну минуточку. И если говорить о том, что методическая работа, она должна быть, конечно, целостной на уровне всего района, то мы в следующем учебном году продолжим работу над единой методической темой. Звучит она у нас сейчас так. Создание единого методического пространства образовательного учреждения, как эффективный компонент системы управления качеством образования. Спасибо. Уважаемые коллеги, Выборгский район, в направлении современной школы основная наша задача это помочь руководителям организовать учебный процесс по-новому, поскольку до сегодняшнего дня все школы работают, большинство школы работают консервативно. А необходимо, чтобы у каждого ребенка было как можно больше выборов. И вторая в этом направлении главная задача – организовать учебный процесс уже на уровне учителя по-новому. В направлении успех каждого ребенка мы продолжаем систематизировать, строить системную работу с одаренными детьми. Я не буду на этом сейчас останавливаться, это целая система. Выступала председатель комитета образования, я на совещании, посвященном одаренным детям. В направлении цифровая образовательная среда основная наша задача – подобрать как можно больше и российских, и зарубежных ресурсов для обучения педагогов, поскольку тот, кто хочет учиться, имеет сейчас на это огромные возможности. В направлении учить их будущего мы реализуем новый проект в этом году – это взаимообучение школ. В направлении социальные лифты мы продолжаем конкурсное движение, такое же традиционное, как и все вы. И в направлении управления региональной системой образования – это я уже сказала, это основная задача наша. И может быть такой лозунг – исключение. И так у нас написано на сайте. Постепенно уходит необходимость традиционного обучения к повышению квалификации. Исключение составляет только встреча с выдающимися людьми. И основная задача – это как раз подобрать ресурсы и поместить их на сайте. Спасибо большое. Ломоносовский район. Все направления проекта образования нужно хорошо понимать ресурсы, которые мы сегодня имеем. И для себя, конечно, для того, чтобы проанализировать и составить эффективный план или программу работы, сегодня принято решение создать рабочую группу, в которую войдут лучшие директора, учителя, заместители директоров по учебно-воспитательной работе. Это касается не только образовательных организаций, школ, общеобразовательных, но и, конечно, детских садов, учреждений дополнительного образования. Пока сегодня идет работа с теми специалистами, которые действительно могут оказать помощь благодаря своему опыту и пониманию этой темы. Ломоносовский район сегодня достаточно сложный, наверное, так же, как и все Волоческие, по расположению образовательных организаций. У нас, конечно, меньше образовательных организаций детей, но при этом как раз сложно организовать наших педагогов по всем уровням образования для того, чтобы проводить сопровождение комплексное. Поэтому сегодня мы как раз работаем над тем, как эффективно организовать работу методической службы, чтобы работа была и адресная, и чтобы она вовремя пришла и к учителю, и к воспитателю, и к педагогу дополнительного образования. И, наверное, сегодня это самая важная задача. Ну и та самая задача, которая находится у нас в нашем сборнике, итоги коллегии под номером 5-6, о чем сегодня все коллеги говорили, это совершенствование разнообразных форм. Для нас, конечно, руководители методической службы, я считаю, она самая главная. Каким образом нам определить, какие для наших педагогов формы являются наиболее эффективными, для того, чтобы они не боялись пойти на ту новую форму аттестации, о которой мы сегодня говорили. Потому что, скажем, я соглашусь с тем, что Ирина Анатольевна говорила, молодые учителя, они не боятся. Сегодня у них нет этого комплекса. И наша задача, наверное, действительно, через формирование банка данных и приучение наших педагогов, что это не страшно, показать им, что это даст им как раз уверенность в своих силах. Потому что, на самом деле, педагоги работают достаточно хорошо знающие свой предмет, и сегодня надо им только создать эти условия для того, чтобы они дальше пошли. Спасибо. Сосноборский городской округ. В методической службе я работаю уже давно, 11 год, но в качестве руководителя только первые полгода. За эти полгода я увидела, что назрела остро необходимость в изменении вообще работы муниципальной методической службы. Необходимо внимание методическим службам образовательных организаций изменения в работе городских и школьных методических объединений. То есть работать по-старому уже методические объединения тоже не могут. Это как бы вот такие выводы сделаны. Ну, а задачи мы ставим перед собой следующие. Правильно было сказано, что самое важное – это необходимость постоянного повышения квалификации педагога. Этому мы очень много уделяем имущества. И сейчас в связи с введением новой модели аттестации педагога встанут большие в этом направлении задачи, потому что у нас много педагогов с большим стажем работы, и для них как всегда новое будет это что-то страшное. Они психологически не готовы. Свой предмет они знают прекрасно, может быть, прекрасно обучают учеников, но вот новая форма для них будет неожиданной, и поэтому нужно будет работать в этом направлении. У нас много хороших молодых педагогов, и конкурсы профессионального мастерства молодых педагогов это показывают, результаты есть. У нас хорошо работает школа молодого педагога в городе. Но мы продолжаем работу в этом направлении. Вторая задача это работа со школами, в которых низкие результаты по предметам. Об этом говорят результаты итоговой аттестации, результаты всероссийских проверочных работ. У нас ни одна школа не попала в список, в поле объективности, но это не означает, что можно ожидать, что в этом году все будет замечательно. У нас низкие результаты по городу, по математике, математическое образование тоже пристальное внимание требует. Это еще и задача. И третья задача, я бы для себя выделила, это работа с одаренными детьми. Вот мой анализ результатов регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников показал, что в принципе мы достигли тех же результатов, как и в прошлом году. Мы не выглядим хуже. По количеству участников в региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников у нас небольшой прирост. По количеству победителей на одного больше. По количеству призеров тоже больше. Все замечательно оказалось бы даже в сравнении с самими и собой. Но, когда мы анализируем вот эти баллы, которые должны дети преодолеть, то мы понимаем, что наши дети их не достигают. То есть у нас низкие результаты участия. Да, наши дети победители. Но результаты низкие. И вот это еще одна из задач. Я думаю, что здесь решение проблемы. Наверное, при лечении очень опытных педагогов, наверное, со стороны, можно искать. Потому что силами учителей вот этих результатов высоких, которые хотелось бы, мы, наверное, не в состоянии достичь. И, наверное, нужно уделить внимание детям, которые еще пока в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х классах. То есть растить надо одаренную молодежь, вот когда они только начинают себя проявлять. Вот, вот, как бы, три основных задачи на сегодня, которые я решила. Кировский район. Муниципальная методическая служба для Кировского района это новое явление за все последние годы. В советское время существовала такая структура, как методический кабинет, но в последующие годы она была утрачена. Поэтому то, что мы имеем сейчас, это строительство нового, и то, как мы его выстроим нашими силами, собственно говоря, такие результаты мы и получили. Кадрами служба начала наполняться в конце прошлого года, то есть осень, начало зимы. Поэтому основные задачи, которые мы ставим перед собой сейчас. В первую очередь мы производим инспекцию, анализ всего, что мы имеем на своей территории. То есть, чем мы работаем, мы выявляем свои проблемы, мы выявляем свои дефициты, чтобы понимать, с чем мы дальше будем работать, с какими проблемами мы дальше сталкиваемся. Естественно, серьезные работы, серьезного выстраивания сейчас требуют районные методические объединения, потому что, по нашему мнению, это наши руки, это та система, ну, через которую мы сможем получить результат и единую позицию для всех учителей, единое видение, единый результат во всем районе. Мы переформатировали относительно прошлых лет школу молодого педагога. В этом году мы привлекли научного руководителя к нашему проекту, доктора педагогических наук, кандидата филологических наук, и она дает нам такой новый взгляд на это направление деятельности, в том числе выводим школу молодого педагога, как результат работы этого года, завершения школы молодого педагога, мы ведем к работе конференции. Первые швейсельбургские педагогические чтения, которые называются «Наставничество в школьном образовании». Мы сознательно взяли такую тематику, так как эта конференция у нас выходит из школы молодого педагога. Вот, собственно говоря, этот такой проект, который будет ежегодным, ну, я надеюсь, получит хорошее развитие в будущем. Естественно, это работа с тем, что мы уже получили, работа со школами с низкими результатами, работа со школами с признаками объективности, у нас такие, к сожалению, в районе есть. Мы работаем и через руководителей метод объединения, я слышала уже от коллег, и у нас в феврале-марте, это цикл семинаров по всем направлениям. Вот сегодня, например, я здесь, а у нас параллельно идет семинар для учителей биологии, касающийся вот этой проблематики. Был такой расширенный семинар для учителей начальных классов и на всех методах объединениях в феврале и в марте. Вот эта тематика звучит красной нитью. Вот, поэтому это основные наши задачи. Мы открыты к общению, к обмену опытом, с удовольствием, по присутствию на ваших мероприятиях. Благодарим Севоложский район за ваше приглашение, мы с удовольствием приедем на вашу конференцию, ну и ждем нас на наших мероприятиях. Гатчинский муниципальный район поставил перед собой ряд задач. Первая задача, это профилактика нарушений обязательных требований законодательства в сфере образования при организации работы районных методических служб. И по этой задаче спланировано ряд мероприятий. Я все перечислять не буду, но, например, такие, как изучение нормативно-правовой документации системы образования. Это внутренняя оценка качества образования образовательной организации, создание системы внутреннего контроля деятельности образовательной организации. Это развитие инструментов управления качеством образования в восьми направлениях. Следующую задачу, которую поставил методический Это методическое обеспечение реализации комплексных мер для образовательных организаций с низким уровнем обучения. Здесь методическая служба наметила такие мероприятия, как анализ методической работы Гачинского муниципального района, планирование работы всей системы методической службы. И также обеспечение системы работы с образовательными организациями, показывающими низкие результаты обучения по дисциплинам. Следующая задача – это совершенствование работы по системе оценки качества образования. Здесь будут проводиться такие мероприятия, как создание модели требований, подъявляемых к анализу мониторинговых работ, экспресс-диагностики, модульная, тематическая, промежуточная и итоговая. И еще одна из задач, которую ставит перед собой методическая служба – это повышение профессиональной компетентности кадров образования. Это применение рискоориентированного подхода для организации методической помощи администрации школ, методическим объединениям, учителям, службе сопровождения на основе анализа и деятельности мониторинга. В рамках решения коллегии Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области информационно-методическая служба Подпорожского района поставила перед собой следующие приоритетные задачи. Это прежде всего содействие развитию муниципальной системы образования. Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных учреждений. И вот в этом направлении здесь мы можем отметить определенные достижения. Уже второй год подряд педагоги нашего района являются победителем окружного этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Также у нас ведется большая работа с молодыми специалистами. Традиционным стал День молодого специалиста, который проходит у нас на базе Подпорожской средней общевыразовательной школы номер 3. Одной из важных задач в рамках направления «Учитель будущего» конечно же мы выделяем создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических работников. Мы используем ресурсы курсовой подготовки на базе Ленинградского областного института развития образования. В первом полугодии у нас 125 педагогов повышают здесь свою профессиональную подготовку. И также используем выездные возможности бокситогорского филиала Государственного университета имени Александра Секреевича Пушкина, где получают подготовку у нас в данный момент 75 педагогов. Одной из главных задач в рамках направления «Успех каждого ребенка» мы определяем совершенствование работы по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных учащихся. Повышение эффективности участия обучающихся на региональном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. И определенный сдвиг улучшения в этом направлении есть. Если в прошлом году у нас было всего лишь два призера регионального этапа, то в этом году уже шесть призеров. Также, конечно, как и все методические службы каждого района, в рамках проблем, которые сейчас ставит перед нами Комитет общего и профессионального образования по поводу улучшения качества образования, мы работаем над актуализацией совершенствования системы, внутренней системы оценки качества образования по поводу проблем с необъективностью оценивания Всероссийских проверочных работ. Проводим районные методические объединения по этому вопросу и даже методические дни. Так, на базе Винницкой школы-интерната у нас прошел методический день внутренней системы оценки качества образования. Также в рамках направления успех каждого ребенка традиционными у нас стали краеведческие и экологические слеты, на которых у нас даже присутствуют гости из соседнего Ладыно-Польского района. Это экологические и краеведческие слеты, в которые мы приглашаем и всех желающих. Мы открыты для сотрудничества и сетевого взаимодействия. Ладыно-Польский район. Наша методическая служба определила для себя следующие задачи. Создание условий для повышения квалификации, развития профессиональных способностей, а также творчества методических работников. Одним из ключевых способов настижения этой задачи будет изменение принципов работы с районными, а также школьными методическими объединениями, поскольку, как уже не раз сегодня звучало, к сожалению, работают по старинке. Хотелось бы, конечно, предоставить учителям более помощь, отвечающую современным требованиям. Также одной из задач является обеспечение объективности проведения, особенно проверки и оценивания всероссийских проверочных работ, поскольку в нашем районе есть школы, попавшие в список школ с признаками необъективности. И нам необходимо сработать так в этом году, чтобы наш район в этот список больше не попал. Ну и одной из задач также является развитие муниципальной системы оценки качества образования. В приоритетных направлениях работы муниципальной методической службы Волосовского района можно выделить четыре направления. Первое направление – это обновление содержания образования, повышение качества образования, обновление образовательных стандартов. Здесь мы рассматриваем такую работу как методическое сопровождение и реализация плана мероприятий программы «Качество образования. Академия успеха». Это наша муниципальная программа, в ней содержится комплекс мер по повышению качества образования. Надо сказать, что этот вопрос в нашем районе очень актуален. Так как результаты итоговой аттестации выпускников, к сожалению, ниже областных по отдельным предметам, и наши точки роста в этом вопросе за последние три года незначительны. Беспокойство вызывает и начальная школа, так как она показала недостаточно высокие результаты всероссийских проверочных работ и неправильную проверку этих работ. К сожалению, недостигнуты и показатели результативности участия наших обучающихся во Всероссийской Олимпиаде школьников. Следующая работа в этом направлении – организационно-методическое сопровождение процессов реализации федеральных государственных образовательных стандартов. И еще одна работа в этом направлении – это организационно-методическое сопровождение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ и всероссийских проверочных работ. Следующее направление работы Волосовской муниципальной методической службы – это развитие учительского потенциала. Сюда мы относим такую работу, как обновление содержания и форм учебно-методической работы по развитию профессионализма учителей в условиях введения профессионального стандарта педагога. Здесь же – развитие единого информационно-образовательного пространства через проведение практикоориентированных семинаров по различным проблемам образования. Далее – повышение информационной и методической компетенции педагогов и развитие профессионально-педагогической и профессионально-управленческой деятельности, ориентированной на владение педагогами новыми инновационными способами профессиональной деятельности. Третье направление – это управление инновационными процессами. Здесь мы рассматриваем методическое сопровождение и реализацию планов мероприятий инновационных проектов, реализуемых в образовательных организациях нашего района, через участие в форме инновационных практик учителей, а также их участие в конкурсном движении различного уровня. И четвертое направление работы – система поддержки одаренных детей. Для поддержки высокомотивированных обучающихся, а также с целью повышения результативности участия наших обучающихся во Всероссийской Олимпиаде школьников, в районе создана школа-лаборатория, занятия в которой ведут педагоги, имеющие высокие образовательные результаты, и занимаются дети, мотивированные к углубленному изучению того или иного предмета Всероссийской Олимпиады школьников. Уважаемые коллеги, несмотря на достигнутые успехи в теории и практике подготовки педагогов, все сильнее проявляется противоречие между требованиями к личности учителя, его профессионализму, ну и фактически к качествам образования в школе. Данные противоречия имеют место в силу того, что получение качества образования невозможно на основе использования в педагогической практике устаревших приемов, методов и способов ведения не только урока, но и вообще системы образования. Поэтому, исходя из этого, мы уже не один раз выступали в Ленинградском государственном институте развития и образования, и слушали прекрасных педагогов, Валентина Сергеевна Кошкина и других, которые говорили о том, что приоритетными задачами развития муниципально-методической службы должно быть, прежде всего, это ориентация управленческих педагогических кадров на принятие новых смыслов деятельности в современных условиях, изменение стиля традиционного педагогического мышления, это переход в позиции тьютера, развитие мобильности педагогов, образовательных организаций и муниципальной системы Приозерского района, как мы считаем, в целом. Далее, это оказание поддержки педагогам и руководителям образовательных организаций в инновационной деятельности, организации проведения опытной экспериментальной работы, подготовки работников образования к аттестации. Следующим пунктом мы считаем, что одной из главных задач это внедрение сетевой организации методической службы. За счет чего? Это привлечение образовательных, информационных, методических, инновационных, кадровых и консультативных ресурсов. Далее, это создание единого информационно-образовательного пространства. Обобщение и распространение передового опыта, не только педагогического, но и управленческого опыта. Зачастую этого иногда не хватает. Далее, формирование субъективной позиции педагогов в повышении квалификации. Поймите правильно, что без этого в настоящее время педагог не может правильно даже построить урок. Для этого необходимо постоянно повышать свои знания, учиться у других. Это и взаимное посещение уроков, это постоянное повышение квалификации на курсах педагогического мастерства. Кроме этого, методическое сопровождение учебного процесса. Это информация, методические рекомендации, образовательными и тьютерскими услугами. И итогом такой работы, мы надеемся, будет повышение эффективности и качества образования в целом. И немаловажный вопрос, это, как мы все знаем, кто такой методист. Методист это учитель-учитель. Так вот, здесь, на наш взгляд, на взгляд Комитета образования Преозерского района, прежде всего, необходимо, чтобы методическая служба была единым целым организмом. Для этого необходимы штатные единицы, свободные, которые могли бы выехать в то или другое учреждение образовательное и оказывать там практическую помощь педагогам. И мы обращаемся к Комитету общего профессионального образования о том, чтобы вот такие службы работали наиболее хорошо, красиво, грамотно. Вот для этого и необходимо в том, чтобы методическая служба была в составе Комитета образования, но без всяких дополнительных, будем говорить, образований. Спасибо за внимание. В продолжении нашего с вами разговора, часть тех задач, которые ставит Рособорнадзор перед системами образования регионов Российской Федерации, я уже озвучила, но сейчас, возможно, по каким-то моментам повторюсь, но я перечислю те основные направления, на которые должны обратить внимание как на региональном уровне, так и на муниципальном. Итак, по мнению Рособорнадзора, на первом месте, ну и мы с вами все согласны с этим, должны стоять дети, поэтому выявление образовательных пробелов обучающихся и совершенствование работы с каждым конкретным учеником для ликвидации этих выявленных образовательных пробелов. Результаты оценочных процедур, которые проводятся в Российской Федерации, показывают, что наиболее проблемными являются пятые, шестые и седьмые классы. Пятый класс – это, безусловно, адаптация детей при переходе изначальной школы в основную. Шестой и седьмой класс – это особенности психофизиологического развития подростков, смена каких-то их ориентиров жизненных. Тем не менее, те низкие результаты, которые мы получаем при ОГЭ и ЕГЭ, возможные причины именно в образовательных пробелах, вот на уровне пятого, шестого, седьмого класса. Безусловно, отмечается заигрывание с родителями путем выставления завышенных оценок в начальной школе. И поэтому переход в основную школу для многих детей сам по себе является стрессовым, а тут еще и, скажем так, один учитель меняется сразу на несколько педагогов, у каждого свои требования, поэтому обязательно должна на уровне образовательной организации не просто быть на бумаге, потому что существуют локальные акты, разработаны положения, но должна работать единая система критериального оценивания знаний обучающегося. Второе направление работы, и о нем мы уже сегодня говорили, – это компетентность педагогов. Следующее направление работы – оценка компетенций руководителей образовательных организаций, причем речь идет не только про директоров школ, но и про заместителей директоров школ. Для этого должны быть выработаны прозрачные критерии отбора кандидатов на эту должность. И я позволю себе процитировать слова Сергея Сергеевича Кравцова. «Важно, чтобы директор был профессионалом, понимал и выполнял предъявляемые к нему требования. Если будут понятные и прозрачные критерии назначения директоров школ, проблемы, связанные с их компетентностью, минимизируются». Следующее направление работы, которое обязательно должно присутствовать, – это реальная оценка урока. И было сказано, что когда-то посещение уроков, обязательный анализ уроков проводился тщательнее. Сейчас, опять-таки, в силу загруженности, в силу каких-то объективных, возможно, субъективных причин, к сожалению, не проводится детальный анализ даже посещенных уроков. Возможно, я не буду говорить, что везде и повсеместно. Вы сами прекрасно знаете, как на местах обстоит с этим дело. Поэтому желательно, чтобы все-таки проведение урока, и сегодня мы об этом говорили, о том, что должен быть и желательно, чтобы создавался, совершенствовался, пополнялся банк открытых уроков. И здесь обратиться к учителям все правильно. Учителя неохотно идут, многие учителя неохотно идут на запись уроков. Но мы все с вами прекрасно понимаем, даже сегодняшнее мероприятие, когда мы общаемся без камеры, без записи, мы чувствуем себя более свободно и комфортно. Когда идет запись, естественно, даже профессия учителя предполагает хорошо сформированные коммуникативные способности. Тем не менее, естественно, не каждый учитель комфортно чувствует себя перед камерой, так же, как, в общем-то, и, наверное, любой из нас. Поэтому можно предложить педагогам, просто сейчас мы живем век цифровых технологий, попробовать записать себя на собственный телефон и посмотреть, вот один на один с собой, как ты выглядишь со стороны. Начать с этого хотя бы. Но и, безусловно, и так, вот это направление, реальная оценка урока, оно должно присутствовать, должно совершенствоваться и должно обязательно включаться в планы работы муниципальных методических служб и методических объединений конкретных образовательных организаций. Создание центров аналитической работы – это еще одно направление, о котором говорилось и которое должно быть на местах, должно разбиваться. Сегодня я услышала, что наши коллеги работают в этом направлении и планируют создавать центры аналитической работы. На сегодняшний день в Российской Федерации сформирована сильная команда экспертов, предметников, которые участвуют при проведении ЕГЭ. Планируется создать такую же сильную команду на федеральном уровне экспертов в системе общего образования. Понятно, что это такая долгосрочная задача, но Рособорнадзор предполагает в своих проверках, к своим проверкам привлекать экспертов вот из этой федеральной базы экспертов в сфере общего образования. Ну и я понимаю, что следующее направление работы, оно, скажем так, не совсем напрямую связано, тем не менее вопросы профориентации, они актуальны для общеобразовательных организаций, и следующее направление работы, это оценка качества среднего профессионального образования, оценка профориентационной работы в общеобразовательных организациях. И без внимания не должна оставаться воспитательная работа в школах, поэтому еще одно направление работы, это оценка эффективности воспитательной работы в образовательных организациях. Спасибо.